приветствую вас дорогие друзья меня зовут виталий он же монг и мы продолжаем проходить мэн оф мэдом поехали блин что-то там пропустил я и что ли больше нельзя а мышку можно было но но я же нажимаю елки-палки вот а это картина блин только непонятно ничего джулия стой тебе придется снять всю снарягу не надо там очень тесно а вдруг и застрянешь без ребризера блин не обламывай мне кай все хорошо кайф серьезно я просто беспокоюсь и тебе не бойся рискнуть по-моему это опрометчивое решение было да елки-палки чё же у меня реакция то такая ой не люблю эти кнопки блин жмакать а чтоб тебя все три попытки и все мимо если совершишь ошибку это конец у нас всего один шанс да я понял все хорошо да уж елки-палки как так можно было обкакаться три раза не те кнопки нажать не успеть нажать хотя все что не делать все к лучшему следы путь по всему фюзеляжу бред обалдеет когда это увидит лишь бы нам щас тут не обалдеть о боже муж не надо это трогать он что-то держит фотографии наверно и ось семьи какого черта тут случилось мне кажется они знали что им конец он что-то держит да все-все он держал ты слышал давай проверим ё-моё и чё я нажимаю мать твою пилот и второй пилот наверное в авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось надо отсюда выбираться срочно лови лови ее скорее ухты акула здесь акула ну иди сюда темноперая серая акула мы ей не интересны поплыли постой а ладно думал это подходящий момент но я был в этом до конца уверен но и откладывать не хочу ухты все таки о под водой так и не поймешь но я на коленях джулия 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 я серьезно алекс прямо сказка какая-то с каким концом да да конечно я за тебя выйду нашли место ну что прекрасный принц может настала пора выбираться из этой жуткой ловушки лис говори джулия мы поднимаемся ждите стой джулия плановая декомпрессия что за хрень нам надо подниматься стой плановая декомпрессия да да плановая декомпрессия конечно нельзя блин помрете елки-палки раньше времени господи как же это долго просто пытка еще несколько секунд все можно давай давай эй что там у вас творится что здесь такое ничего такого все уже нормально произошел небольшой случай с нашим барбекю боже а мы думали яхта взорвалась а что там за лодка была рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос неважно пустяки вы лучше скажите что-нибудь нашли ну мы нашли самолет и он гигантский там столько всего господи хватит вы можете все на секунду заткнуться охренеть ну братан поздравляю это круто сейчас будем праздновать я за давай праздновать знакомитесь с нашими искателями приключений алекс и его младший брэд бред плавают с крупной рыбой как бы их тут не сожгли и джулия любовь всей жизни алекса а он ее любовь а конрад храбрый парень не так ли или может быть самоуверенный а вот и капитан флейс сильная решительная упрямая но похоже на нее не действуют чары конрада по крайней мере пока будьте уверены по крайней мере То есть, подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолёта пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущения? По-честному, я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, всё запланируем и обсудим. Свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Ты сказала «да», и я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Я люблю тебя, Алекс. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или флис? Не знаю, я как-то отвлёкся. Отвлёкся. Идём поищем. Идём. Ну, и где же... Ну, волшебные врата. Чувак, ты надрался мне. Официально хочу принести извинения за брата, который ведёт себя, как пацан озабоченный. Не страшно. Пацанаму право найду. Понрат, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймём, как сюда попал самолёт. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Как ощущения после помолвки? Камера. Скорее всего, гоупро. Хотя, не уверен. А зачем подкладывать? Хотел, чтобы запомнился. Угу. И запомнилась бы здоров. Не могу не признать, сделать предложение на дне океана. Хорошие фотки. Служба воздушно-спасательных операций остров Онуин. Блин, жалко, что не схватил ту бумажечку. А потом акула помешала. Ну да ладно, значит, так и должно было быть. Пошли. А зачем? Блин. Зачем нас отправили-то я что-то уже забыл, пока фотки смотрел. А, за планшетом, за планшетом. Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет. Ой, сейчас, пардон, я отвлеклась. Есть, идем. Что-либо, планшет? Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Мы вытащили из фюзеляжа пулю. Ну да и все. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых, они не сердили. Нет, вы творите что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Но я с тобой согласен так-то. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно. Может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам. Не страшилки. Не развлекалочка. В океане тонут люди. Их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мейте. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога, и за доллар я купил эту тайну. Похоже на правду. Тот маяк стоял в атоле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без силы она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Унезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка. А там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо, тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Стоп, ты орудие убийства сменил, а говорил все по правде? Ну, там же столько крови было. Пойди разбери крюк, топор. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит в шкафу. Ха-ха, муж, значит, предостережение всем будущим женам. Эй, не отмажешься. Ты попалась? Тогда смотритель подкрадывается к шкафу. Открывает и... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотрите, в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. А-а-а, ужас какой. Вот это поворот. Круто. Лихо закрутил. Офигеть, блин. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровища ты не пожалел. Ну ладно. Повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. А-а, не-не-не. По стандартному морскому регламенту, перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку вдруг. Не, я пас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О, блять, кто это такие? Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Но кто-то может пробраться на катер, дать сос Если отвлечете их, я залезу на катер Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву Семь секунд Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить Слишком громко, услышит Мы дождемся удара грома Отлично Я вылезу в окно и на катер А вы пока отвлеките их Конрад, ты... Смотри в оба и двигай на катер Тихо, тихо, тихо Конрад, двигай на катер Опять Опять пульс Иди-ка ты в жоп Схватить нож, схвати С моей реакцией, но вряд ли ты справишься, парень Что ты делаешь, идиот? Тише Не сделай хуже Лучи не глупи, пацан Катер На катер беги Он хочет меня убить Дальше Окей, а ну-ка назад! я жму на кнопку блин садись он там ты сюда все живы что в интернете это мол суда Ольхсон! Сюда! И кто из вас мне расскажет про это? Банчужская золота! Какого черта? Ты просрал свой шанс сбежать. Да. Я в курсе. Так! Заткнулись! Живо! Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флиз в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сковоре. Блин, все возможно. Ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор чертов. Вы все за одно! Это ловушка! И ты нас подставила! Эй, мудила! Рот закрой! Тань, блин! Тихо! Все мы! Ты! Со мной! Эй! Оставь ее! Тихо! По ловушкам! ПОЛЕСКИ! Тихо! И! И! Узнаю, Скот, как бродиться со Штормом. И! Но только! Давай без глупостей. А то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает Сводку погоды Прием Слышу вас, Дюм Все нормально? Прием Эй, я просто хочу про шторм узнать Дадите информацию? А то нас тут потряхивает Прием С востока идет большой шторм Он вас сильно зацепит, но в течение часа Должно идти Все в порядке, Дюк Скажите, если нужна помощь Обычно вас не пугает непогода Да все в порядке, блин Нет Все окей Зашибись просто Легкий дождик мы выдержим Спасибо за информацию Через пару дней выпьем на берегу Нет Хорошо, когда люди помогают Согласна Правда Стой Ну да, ладно, сбрасывай все Спасибо Эй, вперед Давай Ну, спасибо Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он Ясно Молчите об этом Он может нас выручить Про Брэда молчим Лучше он будет там, чем с этими психами Ну здорово Он же может там погибнуть Брэд взрослый Не пропадет Думаю, лучше ему пока не высовываться Брэд взрослый Пока никто не умер Все могло сложиться совсем иначе По доброте душевной Я мог бы некоторым образом Предупредить вас о том, что грядет Хотите? Что будет, то будет Справитесь сами Независимость Дивно Возможно, глупо Скоро мы это выясним Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты Полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории Но вот в чем дело Все Совсем не так, как кажется на первый взгляд Не следовало мне этого говорить Чувак, чему быть, того не миновать Лапорт, лапорт Вид лапорт Да тут чертов корабль Миды Терри Продолжение 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 ДЕТСКОНta Корректор Дело Поехали! Господи! Нет уж, спасибо. Вперед, шевелись! Вперед, шевелись! Вот прям успеваю, но такое ощущение, что игра не дает тебе специально нажать эту кнопку, чтобы действие не произошло то, которого не должно быть. Вот у меня такое мнение, ощущение. Ну да ладно. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи!